Привет, дорогие друзья! Разговор министров обороны Российской Федерации и Франции. Что это значило и почему они начали давать, ну короче, путаться в показаниях. Уже больше месяца прошло с тех пор, как Эммануэль Макрон не исключил отправки войск на территорию Украины. Не исключил! То есть он сильно взволновал союзников этим, которые недавно еще полагали, что им никогда не понадобится слать своих солдат воевать с Россией, во всяком случае на украинской территории. Тем более, даже в Великобритании, которая обладает одной из сильнейших армий в мире, признали, что их запасов хватит только на два месяца. Если они кого-то отправят, ну вообще непонятно куда они отправят, потому что у них-то ведь совместной границы нет. И как бы, ну в общем, если они отправят, то у них не хватит даже снарядов там и всего остального. Может быть это правда, а может быть это послание Зеленскому, что перестал наконец-то уже просить. Чуть позднее стало известно, что мысль пришла Макрону, когда он пил виски в Елисейском дворце. Ну и здесь можно как бы объяснить, что просто хлебнул лишнего, знаете, Лешко. И поэтому он такой сказал. Ну сказал и сказал, знаете, чего не скажешь, хлебнув виски в Елисейском дворце. Но история начала иметь продолжение. И его чиновники уже начали продолжать блефовать. К примеру, во французском парламенте настаивают на том, что Париж ничего не исключает. Ничто не истинно, все дозволено. Может быть мы введем, может быть мы и не введем. И таким образом, пускай, мол, Путин поволнуется. Будем мы вводить или не будем мы вводить. На самом деле волноваться начали свои собственные партнеры. Почему? Потому что я, как уже рассказывал, в западных СМИ это широко осветили. Что после парада отказов от отправки своих войск, публичного, публичных заявлений со всех стран Евросодружества о том, что мы не будем отправлять, мы не будем. Путин точно знает, что вот эти, вот эти, вот эти уже ничего отправлять не будет. И он уже на этот счет спокоен. А если он спокоен, он может двигаться дальше. Еще в марте Нарышкин озвучил информацию, будто Париж готовит такие контингенты из двух тысяч солдат для отправки в Украину. Официальный Париж моментально парировал, что это не является правдой. Российскую Федерацию это немало не расстроило. И они заявили по новой, что готовятся еще вот полторы тысячи солдат. Это в апреле анонсировали, что скоро прибудут полторы тысячи французских военных. Якобы такое решение приняло командование французского иностранного легиона. Вполне возможно, такого рода вбросы делаются российской стороной для того, чтобы будоражить французское общество. Потому что это сразу отображается во французских СМИ. А плюс еще нагнетание. Вы видели интервью Толстого, который на французском языке объясняет французам, чтобы, знаете, не было трудности перевода, что мы всех вас убьем. Мы убьем всех французов, которые приедут в Украину, помимо тех 147, которые мы уже типа убили. Гробы прибудут в аэропорт Орли и приезжать за ними будет не Макрон. Можно, конечно, говорить, что их не 147, но с февраля 22-го Франция точно недосчиталась 10 своих граждан от разных причин на войне. И французское общество, вполне возможно, не очень об этом информировано. Потому что информировать об этом французское общество абсолютно невыгодно, ибо начнутся качания. От чего? Зачем? Зачем наши граждане там гибнут? Ну типа ради там свободы Украины. Это, конечно, хорошо звучит, когда ты украинец. Расчет будто бы сделан на то, что смерти соотечественников окажутся слишком чувствительными для страны, возмутят противников военного вмешательства в конфликт, и это спровоцирует внутренний кризис, который не переживет правительство Макрона. Другая оправдательная линия заключается в том, что вообще-то воинские подразделения стран НАТО имеют право находиться в Украине вполне себе на законных основаниях. В одностороннем порядке они имеют право находиться даже в воюющей стране, если они там будут выполнять вспомогательные задачи. То есть не открыто участвовать в боестолкновениях, а там обучать персонал, заниматься разминированием. Или же, как предлагают некоторые иностранцы, могут помочь ВСУ высвободить тыловые украинские подразделения. И украинские подразделения, которые ожидают нападения с запада где-то в западной Украине, могут быть переброшены туда, где на самом деле готовится нападение куда-нибудь на север, а на западной будут стоять вот как раз-таки, допустим, французы или венгры. Венгры, к примеру, со словаками. Ну, пока что словаки и венгры наиболее активно блокируют инициативы, которые так или иначе связаны с усилением европейской поддержки для Киева. Тех, кто вызовется отправить сюда своих солдат, уже предупреждают, что всю ответственность за жертву будут нести они самостоятельно. И если в Украине появятся солдаты немецкие или французские и их убьют, это никоим образом не имеет никакого отношения к пятой статье устава НАТО. То есть не надо представлять, что если там разгромят даже сто военнослужащих убьют в Украине французских, то это значит, что страны НАТО теперь обязаны будут. Нет, не обязаны будут, это из другой песни. Блумберг еще и проговорил, что несколько стран, свои контингенты в Украине уже разместили из-за высказываний Макрона, они теперь оказались под серьезной угрозой. Сам Макрон, похоже, ничего плохого в этом не видит. Утешает ни то партнеров, ни то собственного населения. То в Африке Франция тоже несла потери, тем не менее, никому за помощью не обращалась. Это прикольно сравнить, конечно, колониальные завоевания Франции и потери, которые несла в Африке с Украиной. Ну, как бы, ну, я не знаю, успокоил население или нет. В свете всей этой неопределенности внезапно состоялся телефонный разговор министров обороны России и Франции, причем по инициативе Франции. Это был первый подобный звонок с октября 2022 года. И вообще надо понимать, что западные всевозможные министры не очень сейчас, уже много месяцев, не очень хотят контактировать с российскими представителями, а здесь вдруг внезапно. Франция что-то захотела о чем-то поговорить с Шойгу. Первым результаты этого звонка осветила, опять-таки, французская сторона. Как говорят местные СМИ, министр Себастьян Ликарню сказал коллеге Шойгу, что Франция всегда была готова противостоять терроризму и готова расширить контакты для максимально эффективной борьбы с этой угрозой. Ликарню безоговорочно осудил войну в Украине, заявил, что у Франции нет информации, которая позволила бы установить связь между терактом в Крокус-Сити-Холле с Киевом, поэтому призвал Москву прекратить любую инструментализацию атаки. Пообещал продолжить поддерживать Украину, насколько долго и интенсивно, насколько это потребуется в ее борьбе за свободу, суверенитет и так далее. Они столько раз уже официально, неофициально и как угодно, и через СМИ, и через официальные источники говорили о том, что Киев не имеет никакого отношения, что я думаю им еще раз 200 сказать, и уже точно все поверят, что никакого отношения Киев к этому не имел. И об этом нечто заявила Миноборона Российской Федерации, что, во-первых, звонок состоялся по настоятельной просьбе французской стороны, Ликарню выразил соболезнования в связи с терактом, при этом настойчиво пытался убедить в непричастности Украине и стран Запада к атаке террористов, перекладывая ответственность на ИГИЛ. Шайгу подчеркнул, что расследование будет доведено до конца, виновные наказаны и рассчитываем, что в данном случае за этим не стоят французские спецслужбы. При этом Шайгу заявил, что они очень рассчитывают, что Франция таки не отправит свои войска, потому что это создает проблемы для самой Франции. Но наиболее противоречивую реакцию вызвал последний абзац официального заявления. Из него следует, что отмечена готовность к диалогу по Украине, готовность обеих сторон, по всей видимости, и исходные положения могли бы быть основаны на Стамбульской мирной инициативе. Тут интересно, саммит мирной формулы Зеленского намереваются все-таки провести, и туда не собираются приглашать Москву. Но мало того, официальная позиция Москвы такова, что российские представители не будут сами принимать участие в этом мероприятии, даже если их туда пригласят, а это предлагают сделать Швейцария и Китай. Хотя Киев как раз таки настаивает на том, что на первый саммит приглашать РФ нельзя, поскольку надо зафиксировать принципы урегулирования конфликта без российской стороны. И вот когда они уже там не мешают, там все урегулировали, тогда уже представить результаты этого суперсаммита российской стороне. Вот, мол, выполняйте. И с заявлением Минобороны получается, что россияне все-таки хотели бы приобщиться, а их удивляет, что вопросы, которые непосредственно их касаются, решили договариваться через голову, как они сами предлагали Западу договариваться по Украине без привлечения Украины. Ранее от Москвы поступали заявления относительно готовности к переговорам, то готовы, а то, в общем-то, и не готовы вроде, потому что для этого нет никаких предпосылок. Но главное не это. Когда появилось заявление Минобороны Российской Федерации, французская сторона опровергла пассаж о том, что отмечена готовность к диалогу по Украине. В комментарии для СМИ говорится, что Франция не принимала и не предлагала ничего подобного. Даже вставили и прибежали немцы свои 5 копеек, по всей видимости, они, наверное, подслушивали или сидели в кабинете министра Лекарню, и поэтому заявили, что тон разговора министра, по всей видимости, был довольно грубым. Тут два варианта. Или Российская Федерация на самом деле прощипывала французов, насколько они в реальности готовы идти до конца и поддерживать Украину до конца. А французам же надо продемонстрировать своему электорату, что они не могут быть трусами. Ну то есть, смотрите, если мы уже заявляем о том, что мы готовы там чуть ли не войска отправить, то мы какие переговоры, вы что. Второй вариант, как мне кажется, менее реален, что французская сторона, испугавшаяся эскалации, которая инициирована самой французской стороной, на самом деле начинает прощипывать почву для переговоров. И это стамбульский формат. А вы помните, что такое стамбульский формат? Да и Эрдоган недавно говорил прямо в присутствии Зеленского, что готов принять новый мирный саммит с представителями Украины и России. В Кремле просят уточнить у Минобороны, что такое представляет собой стамбульская инициатива. Но если вспомнить, о чем шла речь два года назад, во время встречи в Турции, на кону была гарантия безопасности ряда стран для Украины, ее отказ от членства в НАТО, размещение иностранного контингента, сокращение вооруженных сил и так далее. При этом сравнивать сейчас то, что происходит сейчас с 2022 годом, некорректно. В 2022 году речь шла об отходе Российской Федерации на позиции 23 февраля 2022 года. Сейчас очевидно, что никто не собирается уже ничего из завоеванного отдавать. Понятно, что Кремль сейчас отказывается от любых и не будет соглашаться от любых территориальных компромиссов, согласится разве что на заморозку конфликта по нынешней линии разграничения, чего у Зеленского, конечно, допустить не могут. Скорее всего, по этой теме появятся скоро новые инсайды, но вообще крайне интересно, если Франция, которая на словах готова отправлять войска и проливать собственную французскую кровь за свободу Украины, тайно все-таки посылая некие сигналы, пытается договариваться за спиной с Российской Федерацией, чтобы впоследствии показать, что вот смотрите, мы оказались миротворцами и так далее, но за спиной и, конечно же, мир может быть достигнут только исключительно, только благодаря территориальным уступкам со стороны уже Украины, то это выглядит совсем плохо. А по поводу размещения войск и французских военнослужащих на территории воюющей страны, ну тут пусть и оценку дает избиратель Макрона. Пока.